I have ways of blowing things up. Я обожаю первую игру, какого она года там была, шестнадцатого или что-то такое, я её проходил и перепроходил, это всё было, естественно, до создания канала, но я никогда не задумывался и не знал о том, что есть вторая часть, её релиз прошёл абсолютно мимо меня и до, я же говорю, позавчерашнего дня, я не знал про эту игру, что она существует, теперь когда она есть, я очень бы хотел её пройти и желательно даже вместе с вами, поэтому поехали. Около часа ночи в полицейском департаменте Шартфуда раздался звонок, анонимный источник сообщил, что знает, где расположен штаб галстуков, банды наркоторговцев, недавно прибывшие в город, анонимные сведения редко оказываются ценными, но шериф Уэллс объявил поимку галстуков в своей главной задаче и поэтому уже тут же отправился по указанному адресу вместе с двумя своими помощниками. Ход первый. Прям с двумя помощниками, двух помощников, так, заход полицейский обычно совершает два действия, перемещение на короткую дистанцию отнимает у копа одно действие, на короткую, то есть на максимальную, это два действия, на короткую это одно действие, понял. Спрячьте генератор, любое укрытие делает вас практически незаметным для врага, если он еще не поднял тревогу. Преступник может заметить копа в укрытии, но только если обойдет его со стороны. Спрячьтесь у бревен. Поехали. Блин, этот дед вообще старый какой-то. А-а-а, погоди, дед старый, ты есть шериф? Не высовывайтесь. Крупное укрытие защищает от пули надежнее, чем небольшое укрытие, понял. У них видно тут, это частичное укрытие, это полное укрытие. Подождите, тут преступников. Ушел, ушел из визуального, то есть я его больше не наблюдаю. Хорошо, подойдите ближе, в смысле, но если вы попадетесь врагу на глаза, то во время своего хода он поднимет тревогу. Во время тревоги копы заметны даже за укрытиями. Я не хочу политься. Я из полиции, я не хочу политься. Оглушите преступника. Неплохо. Подберитесь поближе. Арестуйте преступника, да? На земле. На земле. Так, возможно, один из преступников патрулили территорию вокруг минивэна. Да, он шел как раз из... Это что, подождите, если я правильно помню первую игру, то там было абсолютнейшее все по-другому. Здесь они прям добавили... Это новая игра, понимаешь, тут новая игра, но это абсолютно новая игра. Обойдите препятствия. Он показывает мне, с какой стороны я буду укрыт наполовину, какой полностью. Выстрелите из тазера. На тебе тазиком по голове. Он, типа, на четыре хода обездвижен, получается? Перехватите часового. Перцовый баллончик ненадолго оглушает преступника. Бьет без пром... БЕСПРОМАХА! При попадании нет смеси в глаза, не пытайтесь промыть их вонтой. Бьет без промаха. Неплохо. То есть стопроцентная вероятность. Это четыре хода, это три хода. То есть тазер на четыре хода, оглушение, по-моему, тоже на четыре хода. Так. Ну тебя арестовываем, дружище. Спрячьте все в вагоне. Там бы есть еще люди. Блин, мне нравится. Я вообще пошаговые обожаю, но здесь подойдите поближе. Арестовывайте его. Есть. Ход преступников. Сейчас посмотрим. Ход пятый. Мы их где-то, значит, не увидели. Подберитесь к окну. Если вы до сих пор не подняли тревогу, то противник не заметит вас в окне. О! Это прикольно. Приготовьтесь к атаке. Типа на это тратится два хода. Угу. Выбейте дверь. Перки. Список активных перков копа. Таран. Рождец. Рождец. Подозреваем, или погибнет на месте, или начнет истекать кровью. Раненый человек умрет через несколько ходов, если его не эвакуировать. Выстрелы из пистолет сразу же поднимают тревогу. Поэтому подумайте дважды, прежде чем открывать огонь. Выстрелите. Рождец. Ход преступников. Он поднимает тревогу. И уходит. 590. Взлом. Рождец. А зачем мне бесшумно вскрывать, если мы уже подняли стрельбу? С этим кровотечением ему не убежать. Но он сдохнет через сколько? Через шесть ходов. Выбейте окном. Рождец. Дерево не спасет. Рождец. Взломаем. Рождец. 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 Можно даже видеть конца. Все дороги перекрыли. Я просто подумал. Это странно. Есть этот мертвый человек, который делает это. Он живой человек, который не может получить свои продукты. Да? Я просто хочу сказать... Я очень уважаю Шериху Уэллса. Он умерел героем, да? Попросите, кто-то говорит, что он герой. Я просто говорю, что я должен делать свою работу. Я не хочу ее потерять. Никто не хочет потерять работу. В Шарпуде сейчас работу не легко найти, да? Поэтому... Угу тебя перед носом. Это еще не нужно. Мистер Наш, я... Спасибо. Я просто хотел сказать, что... Вы не должны звать мистера Соммерса. Я имею в виду, он не будет ваша зонка. Вы не будете делать мистера Соммерса. Я дешеваю, да? Я просто... Угу. О, кстати... Где сигары вы спросили? Цезарь, да? Мистер Соммерс сказал, что у нас нет, мы можем их заказать. Может быть, это будет несколько недель или полтора, но... Может быть, это несколько недель или полтора, когда это будет качественная продукция, да? Я помню, что один день... Я помню, что... Вы не знали, что у вас есть достаточно старше. Ну, ты же не знаешь, как у нас будет. Ты уже не знаешь, у нас будет очень много. Мистер Нэш. Это полиция. Два. Два. Эй, Лили. Так что, мы завтра снимаем эту штуку? Эм, что? Что? Что делаем? Это штука, Холли. Это рисунок. Завтра его снимаем? Я уже договорился с дядей Дмитрием. Может, сможем даже выручить с него пару баксов, если... Во-первых, это не рисунок, а панно. Я застал. Это личное произведение искусства. Ты не заметил, а? Во-вторых, она сидит там не просто так. В-третьих, и главных, мы... О-о-о, вы о рисунке Холли. Отлично, отлично. Я застал только шью кронштейн, и мы сможем поесть там телевизор. Может быть, VCR, тоже. Что ты думаешь? Джесси, мы не будем снимать панно. Телевизор? Это неплохо, конечно. Я думал, что мы поставим туда автомат с закусками. Я надеюсь, что за копченым сыром нужно идти два в минуту заправку к ушастому. Как будто у меня другие дела не так. Как будто я... Да вы что, видели вообще, сколько мне занимает этот громадин? Это телевизор, поместится и автоматы, и даже пинбол, наверное. И, кстати, мой пацан переехал к своей невесте в Дерри. Так что есть свободный ВCR. Только он забрал свои все кассеты, так что... Да, кассеты не проблема, у меня полно кассет. Плюс мы можем сказать, что каждый перенес по паре фильмов, и тогда мы... Слушайте, я просто хочу, чтобы... Эй, какие фильмы у тебя есть? Да, все. Кровая рубашка, кровавая рубашка, два, три, четыре. Крутая... Крутосварь, небесная, святая овенья. Вот есть фильм, где пилоты, что бекет землю. Но он окончает топливо над океаном. Он просто с помощью сатаны и сатана, когда он сражается с аминскелетом. И генерал скелетов, с ним лучше не быть. Да, да, да. Этот ветер дует в ад. Тоже мне новость от любимых фильмов каждого настоящего мужика. Я прав, или я прав? Когда я смотрел его в последний раз, на момент, когда эта девка бросает меч в огонь, у меня аж давление подскочило. Бетти чуть скоро не вызвала, богом клянусь. Не бережешь ты себя, старик. А еще у меня есть этот фильм, который вообще-то мультфильм, ну, как бы для взрослых, компания получает способность людей силой мысли. И вот приходит он на работу, а он работает в банке, у вас настоящая стерва. Он на стерва следит, чем язык. А не вот вызывает на себя. Завтра мы обсудим. Это завтра. И он говорит, что у них какие-то проблемы с квартальным отчетом. Ну, типа, бумажки какие-то неправильно заполнил. Спрашивай, типа, во-вторых. Что за черт, Гейл? Садись на место и приготовься печатать. Мы же договорились. Лили, мы подпишем это несчастное письмо завтра. Если повезет, мы даже... Гейл, снисуй в страшную шапку, корейся в свое рабочее место. Я шериф, и ты будешь меня слушать. Я шериф. Лили, ты ведь понимаешь, что тебе не обязательно быть такой сухой бродер? Заправка ушастого закрывается через полчаса. Если мы не закончим дурацкое письмо в ближайшие 10 минут, я останусь без сигарет до утра. Если я останусь без сигарет, я утром приду на работу в очень плохом настроении. А если я приду на работу в плохом настроении, я... Ну так заткнись и печатай. Ладно, диктуй. Ради бога, да вы перестанем думать на полчаса... Полчаса над каждым предложением, ладно? Сначала прочитай, что мы уже написали. Конечно, мы не можем платить вам серьезные деньги. Вполне вероятно, мы не сможем вам платить вообще ничего. Но я надеюсь, что для вас, как и для меня, безопасность нашего родного Шарплод это вопрос долгой чести, а не материальной негады. Нет, нет, только... Не только последнее предложение. Прочитай все с самого начала. Лили, не брось. Прочитай все сначала. Дорогой капитан Картер, думаю, до вас уже довезли все неприятные, которые подвинули мне писать вам. Буду откровенна. Содержание этого письма обрадований будет расценивать, как полицейский партнер Шарплод лишился всех. Хватит. А больше этого не вынесу. Продолжаем с того места, где остановились. Я думаю, что капитан Картер вообще просчет это. Лили, давай мы хотя бы допишем его, и тогда... Они взяли его. Этот парень, который еще в магазине, помните? Это один из кафтоков, на этот раз никакого сомнения. Они взяли его сюда. Уже привезли, он тут. Там не был товар. Что-нибудь еще сказал? Что он знает? Ну, ты хочешь выяснить, или так продолжишь сидеть? Тринь, дед, сколько тут диалогов. Это прикольно, но я не успеваю себя читать. В общем, кто хочет, ставь на паузу, читайте это. Что с ним случилось? Ну, насколько я понимаю, ударился, когда залазил в машину. Да. И когда выбирался из машины тоже, еще ударился, когда по ступенькам поднимался. Когда мы наручники с ним сняли, тоже было очень, очень больно. А когда он садился на стул, он случайно... Чарли, что? Шерри взял прямые вопросы. Я пытаюсь... Бон! Все до одного! Я думаю, что это будет лучше, если... Что проблема, Гейл? Разве не будет лучше, если шерриф допросит важных подозреваемых? Разве не здорово, когда командир лично берется за ответственную работу? Ты так не считаешь? Окей, парни, слышали? Выходим. Чекпоинт. Этот геймплей охренеть как отличается от первого This is the Police. Я, на самом деле, надеялся, что я вижу геймплей первой части, но я пока вижу абсолютно другую игру. С другой стороны, я вообще не разочарован, кроме того, что мне приходится озвучивать со скоростью звука, но все остальное меня вполне устраивает. Я еще, кстати, насчет звука... Да, если только что разговоры на фоне были слишком громкими, я не уверен, что я могу. Я могу. Давайте я сейчас в настроечках немножечко подкручу звук. Наверное. Я не уверен. Давайте пока так. Я потом на постпродакшене посмотрю, как она получилась в первой серии. Если что, я верну обратно на повыше. В общем, хорошо. Уолли Мелтон. Знаете что? Вообще, секунду. Короче, мне кажется, что я правильно сделал, что сделал потише. Посмотрим, как пойдет сейчас вторая половина серии. Так. Я знаю, что за убийством шерифа Уэллса стоит твоя банда. Просто скажи мне, кто нажал на куроки. Может быть, я тебя отпущу. Ты и твои дружки заманили шерифа в засаду и подло убили. Вы галстуки вообще представили, что вас теперь ждет. Ты ведь из этих мест, да? Уверен, ты слышал, что наш шериф Уэллс погиб. Что тебе это значит? Давай вот так вот. Наверное. Никакой не местный. Про шериф ты его впервые слышу. Тебя тоже впервые вижу. Тут секретарше работаешь. Ну, продолжить. Неправильный подход я выбрал. Ладно. Я не отстану, пока ты не скажешь мне координаты ваши. Ладно. Сменим тему. Ха. Так. И насколько я знаю, вы никогда не держите наркотики в своей базе. Почему? Что с собой разговаривать? Ты ведь даже 2.2 сложить не можешь. Ты хотя бы школу окончила. Может тебе записаться на кулинарный курс или что-то в этом роде. Мне кажется, что ты ударишься еще пару раз, пока доберешься до камеры. Вы хотя бы чемодан спрятали. Что это? Это просто... Чарли, закройте труппу и готовься к вопросу подозреваемого. А тут... О, оно не сбивает ни катсцены, ничего. Давайте я, наверное... Это считается эффекты или ролики? Давайте я в роликах 40-лет поставлю. Мне кажется, это слишком громко. Лили, я хочу... Я просто хочу, чтобы... Я просто хочу, чтобы... Я понимаю, что это скоро закончится, все это. Понимаешь, это правда ведь? Я... Я... Я понимаю, Лили. Мне нужно написать письмо к этому картеру. Это очень прикольно, потому что рисовка сделана очень базово и первично, но при этом все звуки и все действия происходят в полном мере. Ну, то есть, это... Есть в этом какое-то очарование свое. Итак. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Богдан. Вы доволен в своей водопроводной системе? Я думаю, что вы не знаете. Я здесь, чтобы решить вашу проблему. Я... Простите, что? Не очень-то здорово бегать в туалет на улицу мороза, а? Особенно в нашем своем возрасте. Сбегаешь раз, два и задницу себе отморозишь. И хорошо, если задница... Только задница. А ведь я знаю, о чем говорю. И вы знаете, о чем я говорю, не правда ли? Слушайте, я... Послушайте, это не мой дом. Я... Я его просто снимаю. Тем лучше. Значит, владелец дома все платит. А вам узнать личность на улицу мороза в теплой и комфорте. Вы... Вы что, продаете? Вы продаете унитазы? Вы продаете унитазы по ночам? Нет, что вы! Мы займем вам весь водопровод. И унитаз в доме, это... Это вешенка на торте. Вы справедливо указали на мой бесцеремонный поздний визит, мистер. Понимаете, наша фирма пока еще делает свои первые шаги в этом бизнесе. Так что я могу себе позволить общаться с моими клиентами только после своей основной работы. Но ведь унитаз в доме, это то, что, собственно... Особенно цены именно по ночам, верно? Хе-хе-хе. Я понимаю ваши нужды, мистер. Я понимаю ваши нужды. Я сам 20 лет вынуждался побегать на улицу. По ночам. Но когда у меня появился дом унитаз, я... Пожалуйста, уходите. Просто уходите. Я хочу, чтобы вы ушли. Я знаю, о чем вы думаете. Вы думаете, что в таком маленьком доме, и просто напросто найдется место под унитазом. Я уверяю вас. Если вы позволите мне войти... Уходите. 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 Хочу сохранить вас на обоим время, только и всего. Я знаю, что вы передумаете. В следующий раз, когда у меня появился в середине ночи, вы помните мне и подумайте. Черт, это парень был прав. И я знаю, что нужно каждому машине. Я просил вас на меру. Я просил вас на меру. Вы должны уйти. Сейчас же. Уходите. Хорошо, хорошо. Но они уверены, что не придет где-то, как вы передумаете. Я говорю вам прямо сейчас. Ты не останешься в неделю. Такие назойливые рекламы делают только то, что они отвращают от покупки чего-либо. Все это ничем mouse. Дорогие Дилан, Оливер и Эдгар, я бы много упал, чтобы сесть сейчас рядом с вами, на крыльце нашего старого дома, раскурить сигару и спокойно поговорить. Знаю, что у вас ко мне много вопросов, много неприятных вопросов, мне легко услышать их у себя в голове, гораздо труднее будет найти ответы. Ты виновен в том, что о тебе говорят? Я виновен только в том, что хотел позаботиться о себе и о своей семье. Мне очень жаль, что я взялся за это так поздно. Я виновен только в том, что доверился не тем людям. Не использовали и выбросили на помойку. Я должен был выбрать? Какого чё? Почему, Игорь? Ну кто-то... А назад я же не могу. Ну да, продолжить, конечно. Я должен был выбрать. Почему ты сбежал из Фрибурга? Блин. Я не сбежал, я взял время, чтобы перегруппироваться, а потом вернуться и очистить свои имени. Иногда преступление это единственный путь к победе. Я бежал, потому что не хотел умереть в тюрьме. Я знаю, как много про каждого умилительного мерзавца в этом городе. Я знаю так много, что мне бы быстро дали... Мне бы просто не дали дожить до суда. Давай вот это. Почему на самом деле ушла мама? Потому что решила, что хочет трахаться с 13-летним... С 13... Что я несу? С 30-летним страховым агентом. Надеюсь, он был хорош в постели. Салли, ваша бабушка, однажды сказала, что я уже совсем старик, что у меня нет энергии, поэтому лора ушла от меня. Тогда я не придал ее словно значения. Но теперь мне кажется, что именно в этом было все дело. Откуда я знаю... Как я могу давать такие ответы, если я не знаю, в чем суть? Тут мы типа обвиняем ее, тут мы обвиняем себя. Вот в чем суть. Но... Но... Ну раз он так самобичеванием занимается, давайте. У тебя тоже был роман на стороне? Не могу так сказать. Хотя бы потому, что мы с вашей мамой по тому моменту жили раздельно. Да и трудно назвать романом отношения двух людей, которые просто часами говорили по телефону и так никогда не встретились. Это у вашей мамы был роман. А все, что потом случилось у меня, не более чем влечение, наивная любовная фантазия, как и не старшаяся реальность. Но в случае все кончено, сейчас мое увлечение хочет засадить меня за решетку. Зачем ты связался с мафией? Я не связывался, эта мафия не оставила мне выбора. Когда угрожают развесить голову твоих детей на люстре, ты сделаешь ровно то, что от тебя требует без сомнений и лишних вопросов. Фриборде, можно сказать, что мне неплохо это удалось. Давайте вот это. Ты убивал людей. Конечно же, он убивал людей. Я никогда никого не убивал. У меня много пороков, но я не убийца. Я никогда не убивал своими руками. Но я отдавал приказы, которые привели к гибели людей. Иногда эти люди были плохими. Иногда не слишком вам решать, делать ли это меня убийца. Давайте вот так. Это правда. Там родители Бэтмена были, если что. Как твое здоровье? Я чувствую себя хорошо. Таблеточки, блин. Чувствую себя хорошо, несмотря на расставание с вашими. Побег от федералов и две пережитые комы. Однако, знаю точно, третью комы я не вынесу. Не жалуюсь, но мне бывает одиноко. И боюсь, что в новых друзей здесь не заведу. В любом случае, новые друзья в моем возрасте уже ни к чему не приведут. Разве что к еще одним похоронам. Да. Почему ты просто не ушел на пенсию? Я люблю преступника. Это все, что... Ловлю преступника. Люблю преступника. Что я несу, блин, нахрен? Это все, что я умею делать, и все, на чем я хорош. Я не ушел на пенсию, потому что я люблю свою работу. И мой возраст не мешал мне ее выполнять. Если я сейчас просто предположу на секундочку, что, возможно, мы сейчас смотрим на шефа полиции из первой части. Ну, так. Я прав, не прав, бежит. Потому что это было очень много лет назад. Точнее, где-то 7. Я могу уже очень много чего не помнить. Да потому что мне не к чему было возвращаться. Меня ждал пустой домик, грязный сарай. Чем я был... Чем бы я занялся сельским хозяйством? Что все мои инструменты давно заржаяли. Через неделю такой пенсии я бы пустил себе пулю в лоб. Давайте вот это. Можно закончить с письмом? Это немножечко начинает... Я боюсь, что меня поймают за прут... Так, чего ты боишься? Пойму, что ты... Боюсь, что поймают за прут в клетку, вставят... Выставят на показ, слон церкового родца, и все, что останется в моей власти, это раскрыть себе череп о пруте решетки. Я боюсь, что мне не будет шанса реабилитироваться и хотя бы объясниться перед законом, перед Фринбургом. Главное, перед вами. Больше всех заслуживаете объяснить, почему я взялся за это письмо. Давайте вот так. Говорю, можно заканчить с письмом? Это вот нельзя столько... Понимаете, вначале вы показали мне кусочек геймплея, а потом катсцена, еще одна катсцена, еще одна надоедливая катсцена, теперь письмо, которое не очень интересно. Я только что сказал, что мне эта игра нравится, и я не имел в виду вот столько вот этого всего. Это, на мой взгляд, немножко нутновато все. Что планируешь делать дальше? О многом изменился, хотя предсказуемость по-прежнему не среди моих пороков. Я знаю, я должен что-то сделать. Вопрос лишь в том, как далеко мне придется зайти. Я не могу сказать вам этого, но не потому, что не доверяю вам, потому что я сам могу лишь догадываться, на что мне придется решиться в следующую секунду. Ну, вот так вот давай. Пожалуйста, хватит. Спасибо. И деньги. Мы не можем не заткнуть этого парня. Заткнули. Оказалось, что я даже не перешел к третьей фазе. Не скрепки. Мы не имеем много времени, но они не встречаются, если поторопимся, сможем за раз хоть почти всех. На товаре, которые они хранят в штабе, все находятся в кое-где на месте. Валя! Обычно съемный дом на окраине. Чаще всего в этих местах живут случайные ориентаторы, которые даже не подозревают, что они под полосы что-то хранится. Чтобы товары нельзя было связать с галстуками. А галстук как с товаром. Помнишь маленький трактир Форсетти? Мы туда заходили выпивать, и он уже ушел. Аааа! Теперь он стоит за горшей. Я думаю, что это дом того челка. Вместе на сад получился какой-то старик. А у него под ногами 27 килограмм героиня. Я начинаю думать, что этот человек будет нас за нос. Я уверен, что мы засеяли четверо-пятеро вооруженных храников. Хотя он маленький, да? Ну, двое, как минимум. Я не поверю, что они просто ставили товар полом какого-то старика. Даже если там не живет какой-то старик, он наверняка в доле. Это может, старик просто кличка. А? Может, он засеял какой-нибудь теплый границу и устроил матрасаду. Может, он уже... Вот, вы с Кори проверьте, возьмите машину, на случай, если там лежит не только какой-то старик, кто-то там не был. Возьмите их сюда. И не забудьте. В остальном бою со мной. Штармовой штаб. Все верно, Лили? Все верно, Лили? Ну, ладно, ничего не ответил. Вызов. Наркотрафик, таверна Форсетти. Все события, требующие ваше внимание, отображаются иконками на макете Шарпута. А также карточка в списке вызовов. У каждого вызова есть требования к уровню профессионализма ваших подчиненных. Чтобы копы могли отправиться на вызов, их суммарные профессиональные, то, что соответствует требования конкретной миссии. Понял. Ну, да, вот двоих чуваков могу отправить. Так, таверна Форсетти, галстук, перечет. Не на время, по крайней мере, ничего. Крупную партию героинов в доме на каране сейчас дом арендует, как старик, вероятно. Ну, старик это тот, который писал сейчас письмо. Ладно. Блин, мне бы снайпера, на самом деле, отправить. Вот это, вот это сейчас выглядит, как геймплей первой части. Серьезно, давайте первую часть тоже пройдем. Я бы не играл 7-8 лет назад, я уже ни хрена не помню. Это полиция. Таверна Форсетти, галстук, галстук, галстук. Таверна Форсетти, галстук. Таверна Форсетти, галстук. А, нет, 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 нет. Смотри на это. А, ну, ну, просто посмотри, Кори. Вы не могли найти кто-то лучше, чтобы посмотреть хорошие депутаты? Они просто не обманутся. Или мы не забыли что-то? Что вы думаете, Кори? Понимаете, что мы не забыли что-то? Ну, что-то не поняли? В том, что очень сильно пьяный грязный дед, какой-то особенный смысл в этом есть? Может, нам нужно расшифровать послание, да? Ну, как думаешь, нет, почему тебе не поискать, пока я допрашиваю подозреваемого? Ты. What's your name, old man? What did you say, old man? You need to answer nice and clear when a police officer speaks to you. My name is Nash. Warren Nash. I'll tell you something, Warren Nash. 15 years on the force, Я видел много тратильных кусков говна. Но я не знаю, вы слышите на коротоке, если ты не заметишь. Я ловил воров. Я ловил воров. Я ловил воров. Я ловил воров. И ворокарковцев тоже ловил. Это такая работа, понимаешь? Я делаю свою работу тихо и мирно. Но вот вы. Какие-то мрази, как ты, с вами мириться трудно. Какие-то мрази, как ты, вот не всегда. Какие-то мрази, как ты, я не могу. Я просто не могу остановиться холоднокровным профессионалом. Просто не могу. Вы знаете, почему, Ворон? Потому что... О, извините, Ворон. Я буду просто секундочку, ладно? Sono твой кошелек. Я ищу. Что за dalинок посадок окажет тебя? Так что, Ворон. Гcknowель-проб за thếpopал. Вы пригодите меня из меня. Когда мы говорим, Parce я думаю, что мы не будем работать див Botry. И они могут исправиться нечейте нас дых lange. Потом мама村-ком dlatego니다 собирать leer пар� и править бёжи. Когда вы думаете... Вы верите... Вы ведь, действительно верите. Мы не готовим ничего не есть. и поэтому вам даже не нужно стараться. Ты же стараться. Ты готова, скажем, приезду, Ворен? Ставим за саду, Ворен? Ты ничего не сделал, Ворен! Ничего не сделал, Ворен! Потому что ты думал, что мы никогда не пришли. Но я пришел, Ворен. Я пришел! Что ты сейчас сделаешь, Ворен? Что за большой план, Ворен? Блин, какой ужасный полицейский. Просто хочется ему леща дать. Ворен! 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 Ну что, похоже на 27 килограмм? Я... Я бы сказал, что это где-то между 26 и 28 килограммами. Ну, это похоже на 27, да? Да. Да, похоже на 27. Так что мы думаем здесь? Что мы думаем? Стой, грузия, у какой старика? Всякое барахло на него надо прихватить. Я бы хотел... Мне нужно... Поговорить с шерифом, как он скорее. Я шериф Рид. Можешь чуть говорить. Но если я был ты... Я бы ждал адвоката, мистер Мэш. Я не... Вы... 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 Нет, нет, нет. Я просто... Я... Вы шериф Шарфуда? Я шериф Шарфуда. Вы... Вы... Вы можете... Вы... 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 Вы не хотите... Вы... Вы можете... Вы можете... Смиритесь. Смиритесь с тем, что я не буду успевать себя читать. Я должен поговорить с шерифом, не вы шерифа, я так даже лучше, в смысле, шериф иногда не важен, мне не об этом, я просто хочу сказать, что произошла ошибка, и я хочу помочь вам совсем разобраться, потому что Огромная партия какими-то, они у вас в доме, и что, я поверил, что вы ничего об этом не знали? Я снял этот дом, журнал пару недель, и вы знаете это, это легко проявить, да, это не важно, это не то, что я, я пытаюсь, слушайте, шериф, вы должны слушать меня очень внимательно, я полицейский, такой же, как и вы, О, так и должен быть копот прикрытием, да, мистер Нэш? Нет, 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 все это гораздо сложнее, меня зовут Морен Нэш, да, я тоже поняла, ваши фальшивые документы, копотка, качество и практически распаялись у меня в руках, если вы не дадите мне объяснить, я... Вон, вот тот химоной, вот тот маленький ящик, маленький триллион ящик на столе, видите, похожий на шкатуре, он заперт, мы скрываем его, Давайте откроем его сейчас, я постараюсь объяснить, я в очень сложной ситуации, не прошу вас, не слушайте, просто откроешь шкатулку, и вы найдете там мой паспорт, настоящий паспорт, Я зовут Джек Бойд, да, Джек Бойд, да, в документах, которые говорят, что я Морен Нэша, я купил его за 90 баксов на вокзале, пожалуйста, просто откроешь шкатулку, и вы все объяснете, пожалуйста, скажите, что вы копот, да? Да, 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 я был копом, я был шефом полиции, как и вы. Послушайте, это очень большая и сложная история, но я уверен, что это гигантское недоразумение, и то, что мне приходится скрываться, то, что я сказал, что здесь все череда, это не справедливость, который я хочу справить, и пришлось мне помочь. Так, так, так. Шериф Рин, давайте поговорим, пожалуйста. Хоть знаете, в чем вас обвиняют, мистер? Мистер Бойд? Скажем так, я не знаю, если любят, что произошло в Фрибурге прошлой зимой, но вообще не имеет никакого отношения к закону или к справедливости. Меня использовали, понимаете? Я имею в виду, что я должен сообщить вас в федеральном агенте, потому что если вы сделаете это, вы лишь продолжите это, я думаю, что копы должны помогать друг другу, так что я просто хочу сказать, что вы производите впечатление человека, который мы знакомы считанные минуты, мистер Бойд. Я очень смеюсь, что я успел произвести какое-то впечатление. Какая-то история, вы не путались, я надеюсь, что... Надеюсь, что вы добьетесь справедливости, если действительно то, чего вы хотите. Но сейчас... Ну, пока я... Ну, пока я... Ну, пока я всего лишь вот... Вот что, вы преступник, и вас ищут. Ваша папка... Апка с материалом подел, можно ли мне на нее взглянуть, простите? Я много лет работал с детективом, даже когда я был в серверхом позиции, я сделал детективную полную работу. Если вы... Если вас трудитесь с этим делом, я уверен, я смогу помочь. Копы должны помогать друг другу. Мои слова, главное? Вы... 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 Что вы теряете? Вы шеф полицейского департамента. Вы должны выслать рационально. Я не собираюсь вас учить делать вашу работу. Я просто... Ну, забудьте на секунду обо всей этой... Минейкой ситуации. Хорошо, хорошо? У нас есть инерский убийство прямо перед нами, человек, который предлагает вам помощь. Может быть, я самозванец, и я не могу сделать ничего. Может быть, я даже окажусь сумасшедшим. Который разбрасывает бумаги по камере. И начнет танцевать вокруг моих. Но, может быть, может быть. Я и правда опытный коп, который может нам вычислить убийцу. Разве вы этого не хотите? Разве вы не готовы дать мне шанс? Тогда вы ничем не рискуете? Не хотите ли я за решетку настоящего убийства? Не жертву обстоятельств вроде меня? Это ведь работа полиции. На этих настоящих преступников, правда? Наверное, я сошла с ума. Так. Чекпоинт. На этом чекпоинте, я думаю, мы с вами остановимся. Потому что чекпоинты достаточно редкие. А это вообще какая-то не игра. Чёртов, игра фильм пока что получается. Но я намереваюсь продолжить. Поэтому давайте тогда на этом пока что серию заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok